Внимание, данное видео создано ради проверки экспериментов в качестве ознакомления как документальное кино, и ни в коем случае повторить данными не стоит. Просто море экспериментов с нейтоновской жидкостью, что я только не делал с ней. Засовывал в вакуум, переезжал поездом, переезжал машиной, стрелял в нее, прыгал в нее и бегал по ней. Если кому интересно, набирайте в поиске ютуба нейтоновской жидкость Тимон и смотрите эти видео. Мое любимое, это как я ее дырявил огромным отбойным молотком. Так, ладно, давайте запустим нашу плавильную печь и закинем туда медь. Да, она у меня уже заканчивается, я решил немного подзаработать, я уже рассказывал. Так, ребята, мы замешали 2 килограмма нейтоновской жидкости, и она как всегда получилась великолепной. Жидкая и твердая одновременно. Она, знаете, работает как антистресс, так прикольно стекает с пальцев. Я подумал, просто жарить ее не интересно, я помещу ее в антистресс. Будет эффектно запечатлеть, как это все растекается вместе с лавой в слоу-мо. Ну и конечно же сам эффект от лавы. А, давайте делать ставки, кто победит, раскаленная лава или нейтоновская жидкость. Жмякайте справа вверху на голосовалку и угадывайте. Ну а мы начинаем. Наша лава раскалилась и пора ее выливать. Так, я готов. Поехали. Продолжение следует... Да, это было очень быстро. Если честно, я думаю, лава начнет проникать внутрь нейтоновской жидкости и запекать ее как пирожок. Ну нет, нейтоновская жидкость доказала, что не зря ее так называют. Она просто отбросила лаву и не дала проникнуть внутрь. Прямо как гиру, когда мы бросали на нее. И это при том, что мы уже кидали раскаленный шар нейтоновской жидкости. Он как раз попал внутрь и подпек ее с краешка. Ну в принципе и все. А вот микроволновка сделала свое дело. И нейтоновская жидкость превратилась в пирожок. Почему бы и нет? Она же состоит из крахмала. Да, было прикольно. Лава немного впилась в жидкость и получилась печенька с конфетками внутри. Что вам напоминает? Напишите в комментариях. Как всегда 40 тысяч лайков и выходит в следующей серии с лавой. А если вы наберете 50 тысяч, я куплю страусиное яйцо. Пишите в комментариях, куда еще вылить раскаленную лаву и лучшие идеи попадут в видео. Жмяк подписку, колокольчик, чтобы быть первыми. На этом все, ребята. Всем удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok